Всем огромный привет моим подписчикам и тем, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мое видео будет о новинках моего гардероб. Так как эти видео очень нравятся вам, и я кое-что для себя прикупила, поэтому я решила снять именно это видео. Делала для вас такую подборку, аксессуары и обувь на вот этот вот осенний-зимний период, осенний-зимний сезон. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Итак, из осенних новинок я прикупила на скидках в сумасшедших днях в Стокмане вот такой вот платочек. Классный платок из натуральной вискозы, то есть поэтому у вас волосы не будут электролизоваться, он будет теплый достаточно. То есть, в общем-то, я думаю, что многие в не очень холодных регионах нашей страны, кто не очень сильно мерзнет, я думаю, что могут и зимой под одежду носить вот этот платок. Очень классный, очень красивого оттенка. Кстати говоря, по поводу Стокман, я тут слышала, что Стокман уходит из России. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, это правда или нет. То есть, кто Питер, кто Москва, у кого есть Стокман. Правда ли, что эта сеть уходит из России? Следующее, что я прикупила, это, конечно же, звезда моего Инстаграм, звезда просто всех моих фотографий, это моя шапочка-кошечка. Постоянно получаю комплименты, потому что она очень необычного оттенка, то есть она такая серая, но не мышино-серая, а слегка с тауповым оттенком. Очень-очень крутая шляпка. Единственный минус, что она, конечно, не зимняя. Несмотря на то, что она из натуральной шерсти, все-таки она не закрывает затылок, вот здесь вот, может поддувать и не закрывает ушки. Также огромный плюс, что по сравнению с шапками, которые продаются в Маскот, здесь очень аккуратно сделан козырек. Вот, обязательно прикреплю вам ссылку на группу ВКонтакте, где я и приобретала эту шапочку. Очень крутая шапка, взяла я ее дешевле, чем Маскот, в два раза. То есть я взяла ее за 1650 рублей, насколько я помню. Очень крутая шапка, безумно ею довольна. И очень советую тот интернет-магазин, ну как группа ВКонтакте, где я прикупила эту именно шапочку. Очень-очень крутая. И, кстати говоря, когда я ездила в Таллин, и я как раз была в этой шапке, девушка из какого-то журнала в Таллине попросила меня сфотографировать на фоне там улочки какой-то исторической в Таллине. Я так думаю, что благодаря как раз-таки этой шапке, и она фотографировала для модной колонки, что-то там из разряда стрит-фэйшн. Очень надеюсь, что она мне пришлет эти фотографии с этой шапочкой. Ну, в общем, шапка очень классная, привлекает к себе внимание. Единственный минус, что она иногда привлекает к себе ненужное мужское внимание, например, всякие там, какая кошечка пошла и всякое такое, слышу ее вслед. Но это издержки. Так шапка клевая, и сейчас их, кстати, меньше стало в городе, поэтому я и стала как раз-таки носить ее. Я не люблю, когда вот идет какой-то майнстрим, все в одинаковых шапках, с одинаковыми сумками или что-то в этом роде. Я это не люблю. Я люблю как-то выделяться из столбы, поэтому в основном все какие-то модные тренды, которые мне нравятся, я их обычно ношу после, когда уже вот отходят, когда уже все про это забыли. Следующее, что я прикупила из таких осенних новинок, это сумочки. Я прикупила сумочки. Первая сумочка, это вот такая сумка из Зарина, это вечерний кладчик, сумочка на вечер на цепочке. Цепочку можно носить и вот так вот в руках, можно носить на плечо. То есть выглядит это все будет вот так. Очень классная сумка, она, естественно, из кожзама. Но выглядит очень добротно, у нее очень классная фурнитура такая, скажем так, тоже сделана хорошо. Внутри она на молнии закрывается. Там есть тоже какие-то кармашки. Кстати говоря, что-то у меня тут лежит. Да, у меня здесь лежит помада с вечеринки, с дня рождения. Я носила с собой помаду здесь и лежит чехол. В общем-то сюда вмещаются ключи от дома, вмещается какая-то наличность, вмещается телефон и все, что нужно. В общем-то какая-то небольшая часть косметики, то есть помаду, карандаш, салфетки для того, чтобы поправить макияж. Вы сюда положите, может, даже и пудру. В общем-то достаточно вместительная на лето, на зиму, на какие-то выходы в свет, скажем так. Очень-очень классное приобретение. Также плюс то, что вот так вот она достаточно маленькая, достаточно компактная, но здесь она широкая, поэтому она вместительная. Мне очень-очень понравилось. Также я ее купила на скидках, поэтому в Зарине следите за онлайн-скидками, следите за скидками в магазинах, за их инстаграм-аккаунтом. Потому что они делают постоянно какие-либо акции, и очень выгодно можно купить вещи. И так у них цены, конечно, вполне себе бюджетные, демократичные, но с учетом скидок сумка у меня просто вышла даром. Я ее схватила сразу, как увидела. Тем, кто будет смотреть эту сумку, кого она заинтересовала, это серый оттенок. Там еще есть золотой и черный. Мне показался серый самый классный, самый актуальный. Но он не чисто серый, он тоже такой с легким как тауповым оттенком. И, конечно же, звезда этого выпуска, это моя сумочка Фурла. Я показывала его уже в трансляции у себя в Перископ. Если вы на меня не подписаны еще в Перископ, то обязательно сделайте это, ссылки все в инфобокс. Также показывала брелок от этой сумки, я похвасталась в инстаграм. Обалденная сумка, я вот прям вот сбылась моя мечта, скажем так, в чем-то. Хотя как бы я не делаю из брендов каких-то что-то прям... Я не гоняюсь за брендами в прямом смысле этого слова. То есть, если сумка, она безымянная, но она очень качественно крутая. Если бы вот эта сумка без лейбла была бы, то я бы ее все равно купила. Но так получилось, что сумка, к сожалению, вот именно такой формы, она именно нашлась у меня именно в бренде Фурла. Заказывала я с Ламоды. Пришла она у меня в таком вот... Помимо упаковки Ламода, внутри был вот этот вот пыльник фирменный Фурла. Очень-очень классно, он отличается от пыльников тех же самых, как Синель. Там они обычные, как из-под обуви. Здесь он именно такой шелковистый. Внутри я храню там все, чем была набита эта сумка, чтобы хранить ее именно в набитом состоянии, чтобы не портилась форма. Что касается оригинальности, компания Ламоды мне без вопросов предоставили декларацию соответствия на сумке. Поэтому, в общем-то, у меня нет каких-либо сомнений в том, что это оригинальная сумка бренда Фурла. Итак, сумка очень крутая, именно эта форма. Это самая большая сумка из линейки Линда. Здесь есть два отдела, то есть вот здесь два отдела, в которые можно положить какие-то бумаги, тетрадки. Это актуально для меня, как для студентки и как для бухгалтера, потому что я часто с собой таскаю документы. Также здесь есть одно большое отделение на таких магнитиках. Стоит, кстати говоря, отметить, что на всей фурнитуре здесь написано Фурла. То есть даже элементарно по качеству фурнитуры, по тому, как все сделано, можно делать выводы об оригинале. Внутри также огромный плюс, что вот эта вот подкладка, она матовая, она не шелестит, абсолютно такая комфортная. Я думаю, что она и затираться, и драться не будет. Также мне понравилось, как было упаковано, то есть пришло оно у меня все в пакете в пыльнике. То есть у меня были полностью ручки упакованы, специальный защитный материал. У меня были вот такие вот замочки, все полностью завернуты. Внутри у меня все было пленкой закрыто, все магнитики были закрыты. Вот тут здесь еще на кармашке внутри есть именно, как, такой значок Фурла, он тоже был закрыт. То есть все, даже вплоть до вот этого вот здесь надписи, оно было закрыто. И, естественно, брелок был тоже отдельно завернут. То есть все было упаковано до такой степени, чтобы вот вообще не придраться было. Сумка мне нравится, огромное количество карманов, то есть в основном отделении там еще есть два больших кармана. Там есть кармашек под телефон, под какие-то документы. Также здесь есть как ключок-ключница, куда можно на карабин повесить свои ключи. Но так как это отделение у меня на магнитике, оно не закрывается, я не думаю, что я буду рисковать. Так как я езжу в общественном транспорте, я не буду рисковать вешать это все в основное отделение. Я думаю, что куда-то положу в кармашки. Благо карманов здесь огромное количество, и можно это все спрятать. Также огромный плюс, что вот здесь вот на дне сделаны ножки. Причем полноценные ножки, поэтому сумку я по факту ставлю не на дно, а на вот эти ножки. Также хочется отметить, что выделка самой кожи это софьян, софьяновая кожа. Носится потрясающе, судя по отзывам, поэтому будем проверять. Надеюсь, она мне относится долго и прослужит эта сумочка долго. Она достаточно плотная, но все-таки, если вы кладете что-то внутрь сумки, здесь может как бы это видно быть, что что-то выпирает. Лучше в эти кармашки класть именно какие-то бумаги, что-то, что выпирать не будет, потому что это все-таки кожа теленка, она достаточно нежная, несмотря на всю вот эту вот обработку. Поэтому сумкой я довольна. Что касается Ламода, я советую этот интернет-магазин, потому что там можно и по скидкам бы взять, тоже следите за акциями, потому что они очень часто к каким-то праздникам или просто так устраивают акции, присылают уведомления на электронную почту, смс-уведомления. Естественно, мне очень понравилось то, что они без проблем предоставили мне всю документацию на сумку. Также хотелось бы, наверное, показать, к чему я заказывала эту сумку. Я на Диму заказывала, и я заказывала к своей шубке, я ее не показывала в прошлом году, поэтому решила вот сейчас в этом видео показать ее. То есть шуба у меня классического цвета. Все зоозащитники, пожалуйста, отойдите от экрана или не пишите мне ничего по этому поводу. Пожалуйста, не надо портить мне настроение, скажем так. Итак, к этой шубе я как раз-таки заказывала, вот это все вот так должно смотреть. Я думаю, что где-нибудь в инстаграме я обязательно опубликую свой лук, в общем-то, как это все вместе смотрится. Но мне кажется, очень стильно как раз-таки у меня еще и платок мой зимний, он тоже синий. Все вместе это смотрится прям обалденно, очень круто, мне нравится. И в дополнение, скажем так, к этому образу я взяла себе зимние сапожки. Сапожки я брала на сапаты, если они еще есть в наличии на сапаты, я обязательно вам тоже прикреплю ссылку. Вот такие вот сапожки, это, по-моему, российский бренд. Макфлай или Максфлай называется. Обалденные сапожки, это уже как бадфорты без каблука. Я ношу сейчас без каблучную обувь. Мне удобнее, во-первых, зимой без каблучной обуви, потому что я считаю, что идти как курочка по гололеду на шпильках, это ни разу не сексуально, не эротично и очень небезопасно для здоровья. В общем-то, они выполнены из замши, выделка у замши потрясающая, очень хорошая, очень крутая. Здесь очень такая добротная фурнитура, она именно не какая-то ни желтушная, ни блестящая, она сделана как под медь, скажем так. Очень нейтральная, круто смотрится, здесь они на молнии, это еврозима, сейчас покажу. То есть здесь тонкий какой-то как мех, не мех, тонкая подкладка и внизу там уже вот полноценный мех у сапожек. У меня 37 размер, они мне чуть-чуть большие, я все-таки зимнюю обувь стараюсь брать на размер больше, у меня 36 размера нога. И плюс еще, конечно, у зимней обуви сейчас мода такая, что глинище они делают узкое. Я не знаю, либо у меня такое широко раскаченное место, это именно, скажем так, глинище, грубо говоря. Либо у нас все остальные девушки с какими-то тонкими как спички ногами, я все-таки считаю, что у меня не толстые ноги. В общем, глинище это очень проблемная часть, у этих сапог оно как раз-таки вот как положено, оно очень широкое. И они все-таки ботфорты, они закрывают коленочку, что очень-очень важно, будет тепло, хорошо, комфортно. Носик у них тоже, в общем-то, выглядит достаточно изящно для женских сапог. Поэтому я довольна тоже безумно и советую вам этот бренд посмотреть на Сапата. Там тоже есть возможность взять с огромной скидкой потрясающие качественные сапоги. В общем-то, это все, о чем я хотела с вами сегодня поговорить, что вам показать. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграм и в Перископ, ссылки я всегда оставляю в инфобоксе. Так вы будете постоянно в курсе всего, что творится в моей жизни. В Перископ я стараюсь выходить почаще, устраивать трансляции, показывать, что нового у меня, разговаривать с вами. В общем-то, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие обновки у вас к зиме, что вы нового купили, какие интернет-магазины или какие магазины вы и бренды рекомендуете посмотреть, что нового там можно для себя найти. И все, всех вас люблю, целую, спасибо, что вы смотрите меня. До скорых встреч в следующих видео. Пока-пока!